Я вам скажу, что это один из самых сложных тестов. И я хочу поделиться, что происходит именно в период ожидания, когда вот ты получил вот мечту от Бога, получил картину, и ты начинаешь над ней работать, ты начинаешь жить. Опять же, знаете, когда ты живешь в ожидании, это не значит, что ты ничего не делаешь, что ты просто сидишь на стуле и ждешь, да? Нет, ты используешь эти возможности, которые Бог дает тебе на этом месте. Ты делаешь, может, ты молишься, несешь какое-то служение на данный момент, который Бог тебе доверил, это не значит, что ты сидишь и ждешь твоей великой судьбы, и мы это все понимаем. Но, тем не менее, мы продолжаем культивировать Его славу, мы продолжаем культивировать Его атмосферу, но в то же самое время мы продолжаем ждать. Мы не задаемся вопросами, Господь, а что будет через пять лет? Господь, а что будет через три года? Знаете, как Иисус говорил, что не заботьтесь о завтрашнем дне. Это не только насчет еды и насчет питья. Это также и насчет туда, куда Бог тебя ведет. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Вот ты живешь сегодня. Вот я тебе говорю, что делать сегодня. Слушайся меня. Завтра я тебе дальше скажу. Я не задаюсь вопросом, Господь, а сколько это еще возьмет? А как это будет выглядеть? И вообще, где я буду через пять лет? Потому что, если через пять лет ничего не происходит, все, мое терпение закончилось, я ухожу. Нет, с Богом так не работает. Все равно его планы исполнятся. Все равно то, что он запланировал, мечта его придет на землю. Но, к сожалению, тебя в ней не будет. И ту награду, которую должен был получить ты, возьмет человек, который придет на эту позицию после тебя. Это как в той притче, в которой пришли, помните, наемники. Утром, днем и вечером. И все получили одинаковую зарплату. Да, ты, может, проходил самые тяжелые моменты, самые тяжелые сезоны, выдерживал, знаете, все испытания. Но ты сорвался, ты не дождался, ты ушел. И получит человек, который может промолиться, там здесь проработает совсем немножечко. Но он восхитит твой венец, он восхитит твою награду. Это так работает Царство Бога. Поэтому я просто умоляю, чтобы Дух Святой активировал в каждом из вас это знание и понимание. Понимание его времен, понимание его сезонов, что он делает на данный момент. Потому что это только он вам может, знаете, это объяснить и показать. Не один человек, не один человек, это только он. И только тогда ты на 100% будешь знать, что ты в правильном месте, в правильное время, если он тебе скажет. Не человек, даже не проповеди. Проповедь и все остальное – это подтверждение того, что он лично должен тебе сказать. Никогда не основывайся на даже мнении пастыря, даже мнении твоего лидера или лучшего друга или подружки. Его мнение первое. Он тебе должен сказать. Остальное должно быть тебе как подтверждение. Только так ты сможешь именно выстоять, дойти до конца и остаться на правильном месте. Итак, несколько вещей, которые для себя именно выработали в моей жизни, я бы сказала, именно вот этот период ожидания. Потому что мы сейчас даже как церковь, я просто подведу небольшой итог, мы сейчас, я вам скажу, те картины, которые Бог нам рисовал, наверное, больше 15 лет назад, некоторые из них уже сбываются. Мы только видим часть из них исполнивавшие. Но я вам скажу, 70% того, что Бог показывал, мы еще не там, ребят, мы еще на пути. Мы еще именно в этот сезон культивации, в сезон ожидания, в сезон сеяния работы, где мы еще не видим результатов. Я вам скажу, что мы еще закладываем фундамент. Как бы это столько лет, мы только закладываем фундамент. Мы еще не видим всего здания. Итак, на протяжении этого времени, смотрите, первое. Во-первых, в сезон ожидания проявляется твое сердце, твои мотивы и желания. То есть, чего ты по-настоящему хочешь. То есть, я наблюдала за людьми, да? Они начинали, они такие, знаете, они такие смиренные, они такие любящие, они такие трудолюбивые. Но проходит время, и начинает заводоваться вопрос. А где вы меня видите в служении? А когда вы мне дадите платформу? Я столько лет верно служила в Калово. Почему мне не дают платформу? Почему мне не дают то и сё? И здесь проявляется. Ага, все ясно. Так ты здесь, потому что тебе Бог сказал выйти. И ты просто работаешь, как бы пашешь наравне со всеми? Или ты здесь просто выслуживался, чтобы заработать какое-то влияние, знаете, какую-то там сцену или еще что-то? Окей? И тогда, когда человеку часто говорят, допустим, или нет, или пока еще не время, или еще что-то, что мы сразу видим? Человек тебе просто машет ручкой, и ты его больше никогда не видишь. Окей, если мне здесь этого не дали, пойду я искать это в другом месте. Окей? Это все, говорю, это все было на собственном опыте, видели. Следующее. Именно в этот сезон, как ни в какой другой, вырабатывается стиль жизни полного посвящения. Вот именно здесь ты учишь быть посвященным. Ты приходишь найти молитву, потому что, опять же, сезоны разные бывают. Сезоны бывают, где Бог движется, где происходит движение, где происходит... То есть оно бывает тихий сезон, где Бог начинает работать над созреванием, где ты, может, не видишь особого движения, но Бог здесь. Он делает другую работу на этом этапе. И здесь ты просто начинаешь учиться не зависеть от своих эмоций, не зависеть от своих каких-то настроений, от результатов. Ты здесь, потому что Бог сказал тебе здесь, и ты делаешь несмотря ни на что. Приходит посвящение именно этой мечте, куда Бог тебя призвал. То есть это помогает вынашивать мечту, это помогает созревать твоей мечте. То есть этот стиль, он начинает сам рождаться. Тебе не нужно учить быть посвященным, тебе не нужно заставлять быть посвященным. Это автоматически приходишь, когда ты проходишь этот сезон ожидания. Следующее. Третье. Это, я вам скажу, медленный и трудный процесс смерти твоего «я» и твоих амбиций. Именно в этом сезоне ты умираешь, потому что, как я сказала, вещи идут не как ты ожидал, не по твоим планам, не по твоим временам, не по твоим срокам. И все, что ты, как ты себе представлял, как ты об этом мечтал, оно не происходит. И поэтому у тебя есть выбор. Ты разочаровываешься и бросаешь, и уходишь, а бросаешь дело Бога, или же ты просто поддаешься полностью Ему, скажешь, «Господь, я отрекаюсь от своего понимания, я отрекаюсь от своих каких-то знаний, от своих каких-то там опытов, может, прошлых. Я полностью отдаюсь именно твоему процессу, как ты хочешь, когда ты хочешь, что ты хочешь. Мне абсолютно все равно. Вернее, все остальное мне все равно. Именно в этот сезон умирают именно твои представления о движении Бога. Четвертое. Приходит полное безоговорочное доверие Богу. Как мы говорили, что Господь, твои сроки, твои времена, как это будет, когда это будет, это твое дело, это не мое дело. Я здесь, чтобы делать то, что ты говоришь мне сегодня. Сегодня я должен быть на молитве? Я буду на молитве. Сегодня я должен там служить тому-то? Я буду служить тому-то. Сегодня я должен быть на домашней группе? Вот это есть на сегодняшний день мое служение. Но мечта внутри не уходит от меня. Я знаю, что мы идем к чему-то. Мы это все культивируем, чтобы достичь, именно выносить и родить твою мечту, которую ты заложил в нас. Пятое. Именно в этот сезон проходит жесткий отбор друзей и круг твоего общества вокруг тебя. Окей? Бог настолько охраняет эту мечту внутри тебя, что хочешь ли ты или не хочешь, круг твоих друзей будет меняться. Тех, кого ты сильно любишь, тебе придется с ними расстаться. Это будет не от тебя зависеть. Часто отношения будут умирать, или часто люди просто начнут отдаляться от тебя. И часто люди начинают проверять себя. О, это, наверное, во мне проблема. Это, может, я их чем-то отпугнула, или я их чем-то объел. Но это натурально. Этим людям, эти люди, я говорю, Бог настолько защищает мечту свою внутри тебя, что эти люди, они или задавят это в тебе, или они принесут разочарование в твою жизнь, что ты откажешься от этого. Они именно навредят этому семени, которое внутри тебя. И наоборот, Бог приводит именно людей, единомышленников, которые будут помогать тебе двигаться, именно кормить, вынашивать эту мечту, с которой вы вместе пойдете дальше. То есть это идет жестко. Это очень неприятный и очень больный процесс, потому что мы, как люди, мы эмоционально привязываемся к людям, к нашим друзьям, к нашим родственникам, к нашим каким-то знакомым. И часто не хочется, но это иногда выше тебя. Просто ты должен распознать это, Господь. Это делаешь ты, значит, это есть твоя воля, и я подчиняюсь этого, потому что мечта, она намного больше. Кто знает, может, позже они присоединятся к тебе, может, позже вы опять станете двигаться дальше, но на этом сезоне тебе нужно именно оградить себя. Окей? И это Бог будет делать натурально, это не будешь ты контролировать. Следующее, шестое. Вырабатывается непоколебимость. Окей? Как мы говорили, ты больше не водим эмоциями, обстоятельствами, трудностями. Вот ты стоишь просто как танк. Плохо тебе, хорошо, ты здесь, ты на молитве, ты молишься, ты поклоняешься, ты служишь. Никакие обстоятельства, никакие разговоры, никакие наговоры, они тобой не руководят. Ты нейтрален ко всему. У тебя только один фокус. Бог мне сказал быть здесь, и я делаю то, что Он мне сказал делать. Все остальное ты от себя отсеиваешь. И поэтому, когда приходят обстоятельства в твоей жизни, трудности, какие-то потери, люди смотрят на тебя. Как ты можешь стоять? Ты не просто стоишь, но ты еще продолжаешь двигаться, ты продолжаешь там служить, ты продолжаешь что-то делать. Когда люди просто закрываются, отрезают все от себя и сидят просто в депрессии. А на тебя это не действует. Ты просто как танк продолжаешь идти, знаете, и двигаться. И это только вырабатывается в сезон ожидания. По крайней мере, в моей жизни эти качества начали. Я не сказала, что я не говорю, что эти качества они уже полностью произошли, что я вот уже такой совершенный человек. Нет, я тоже учусь, я иногда срываюсь и делаю ошибки. Но я заметила, что именно в этом сезоне эти качества начали развиваться больше и больше. Дальше, седьмое. Приходит сила побеждать обстоятельства в жизни. Непоколебимость, то есть ты продолжаешь двигаться, несмотря ни на что, и сила побеждать обстоятельства. то есть они не контролируют тебя, эмоции не контролируют тебя, но ты берешь контроль над ними. И поэтому ты не двигаешься эмоциями, ты просто продолжаешь делать то же самое. В принципе, эти два пункта, они очень похожи. То есть тебя не берет депрессия, тебя не берет плохое настроение. Ты знаешь, что я должен быть здесь, я должен нести слово, я должен нести молитву, потому что это то, что Бог хочет, чтобы я делал, и я это делаю. И приходит победа в твою жизнь. Уходит сама депрессия, уходит все плохое настроение. И смотрите, умирает страх мнения людей. Окей? Потому что часто будут в твоей жизни приходить люди. Сколько лет ты делаешь одно и то же, ты не видишь плодов, сколько ты можешь этим заниматься. Вон, посмотри, в ту церкви, там уже движение, там за воскрешение молятся, там еще что-то. А вы все сидите, сидите своей группой, будет очень много голосов. Я также это говорю в глобал. И тут ты сидишь, знаете, вот как лох просто, извините, другого тебе как бы похвалиться пока нечем. Ты просто знаешь, что Бог мне сказал быть здесь, делать свое дело. Может, у меня особых таких плодов нету, как у них. Но не забывай, мы все роем фундамент. И поверьте, когда Бог начнет поднимать этот небоскреб, когда Бог начнет именно эта мечта наконец-то родиться, этот ребенок, он до конца срока, он наконец-то доносится и родится, поверьте, я говорю, будут люди в шоке вокруг тебя, что Бог будет делать через тебя.